Под крышей дома своего жители трехэтажки на Краснодонской чувствуют себя крайне неуютно. Кровля протекает. Управляющая компания бездействует, отговариваясь лишь обещаниями. В итоге коммунальный триллер со всеми в прямом смысле слова вытекающими последствиями. Вздувшиеся потолки, облезлые обои, плесень на стенах. Воду приходится вычерпывать ведрами и постоянно дежурить у места протечек. Людмила Струнилина, которая живет на третьем этаже, признается, от всей этой неустроенности получила хроническое заболевание. Треснул потолок, все провисает. В любой момент это может рухнуть. Поэтому не знаю, каким образом косметически это не сделаешь. То есть ПЖРТ должна вскрывать потолок и, соответственно, там производить замена. Управляющая компания ПЖРТ номер 11, а именно она обслуживает многострадальный дом на Краснодонской, давно находится в черном списке. Активисты ОНФ еще в начале года составили антирейтинг недобросовестных, на взгляд, общественников коммунальных контор, проанализировав документы с сайтов «Электронная ЖКХ» и «ГИС ЖКХ». По всем этим документам, кроме акта домоходов, стоит только, можно сказать, плюс. Все остальные акты опрессовки – это пустой лист размещен, пустой лист размещен и в качестве акта промывки. Паспорт готовности выгружен вообще совершенно другого дома. По словам специалистов, с недобросовестными поставщиками услуг нужно и можно бороться. Первый механизм – административный. Если управляющая компания не исполняет предписание жилищной инспекции хотя бы два раза в год, она теряет дома, которые обслуживает. Проще говоря, коммунальщиков выселяют на улицу с уже испорченной репутацией. И второе, которое недостаточно в настоящий момент используя механизм, это механизм им сами жители выбирать в другую управляющую компанию. Этим подходом уже воспользовались жители более 800 домов. Они сменили управляющие компании, объединив усилия. Халатность в наше время обходится дорого. Коммунальщики не только теряют клиентов, но и тратят уже заработанные деньги. За лень и безответственность приходится платить крупные административные штрафы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.